В принципе, многие хотели тоже жить, их из-под палки погнали, особенно молодежь, оно никому не нужно было. В принципе, с ними можно было более-менее, мы позиции держим, они позиции держат, более-менее тихо, спокойно, во всяком случае, население и место не страдает. А вот когда там Айдар Азов и всякие эти черносотинцы, ну, я не могу по-другому, я просто придумал слово сейчас, чтобы их не обматюкать. Это моральные уроды, и то те ребята-веспредельщики, там, конечно, по-другому. Ну, ситуация была на Лебяжем, это стояли ребята-востоковцы, сама ситуация, там было 14-16 человек, на, даже не село, не знаю, там очень мало домов, почти в одну улицу. На украинской территории, там, ну, с той стороны, там блокпост и деревенька между ними, магазин там. Была негласна договоренность, пока в СУшнике, в магазин ходить без оружия. Ходили и наши, и те, ну, ситуация. У кого-то из наших ребят было день рождения, по ним перед этим хорошо постреляли, они злые. И там, как оно называется, не знаю, ну, круче, вышка, на ней был украинский флаг. Наши ребята ночью, грустно, озлобленные, видя, что там на вышке украинский флаг, взяли флаг российский, ой, прошу прощите, ДНРовский, то есть нашей республики, и решили помять места. Ну, ночью залезли, тост сняли, порвали, свой повесили. Но темно. А что скрывать? Иногда командиры между собой, с той и с той стороны, для того, чтобы уменьшить потери, каждый для своих, переговаривались. По рации, по мобильнику, ну, это было даже, можно по записям посмотреть, как тоже Моторола разговаривал, с укропами тоже Гиви. То есть, ситуация обычная. Звонит укропский командир, нашим ребятам, и говорил, говорит, ребят, сзади нацики стоят. Если они узнают, они нас сами повышают. Жить-то хочется. Вы там флаг повесили, можно мы свой рядом повесим украинский? Мы вас трогать не будем. Не, ну, это реальный факт, это много людей видело. Наши сказали, хорошо, но наш, не вздумайте, снимай. Естественно. Следующий звонок. Они повесили звонок. Звонок. Ребят, вы когда ночью вешали, а темно же, вы его вверх тормашками повесили, потому что просто темно, не видно. Тут сам наш флаг. Черный, поменяли место. Мы его правильно повесили. Такое продолжалось. Два флага висели очень долго. Больше месяца. В конце концов, там был украинский флаг, российский флаг и флаг ДНР. Ну, украинский немножко поменьше так. И наши два флага такие хорошие.